Дорогие друзья, добрый вечер! Спасибо, что пришли. Большое спасибо всех, кто радостно видит и старше, что он собирал с такими народами. Потому что человек, который будет представлять свою музыку, Григорий Иванович Маркин, заслуживает этого. Заслуживает того, чтобы все его слушали, и чтобы люди приходили и радовались его музыке тому, что он делает. А делает он очень много. Начнем с того, что в начале 60-х годов Юрий Иванович Маркин играл в первом коллективе фри-джаза. Это был первый полный коллектив фри-джаза в Советском Союзе вместе с Алексеем Семеновичем Козловым, вместе с Владимиром Гусинковым. Это был первый коллектив, как я сказал, играющий фри-джаз в Советском Союзе. Помимо этого Юрий Иванович Маркин учился у Родиона Щедрина на композиторском факультете, инставиатуре. Но, по-моему, не закончил ее, потому что не хотел отдавать всякие политические предметы. Юрий Маркин очень многое сделал для жазовой музыки, для жазового развития вообще в нашей стране. Это один из носителей нашей джазовой традиции, безусловно, который имеет свое лицо, безусловно. И он стоит в ряду таких же величайших, выдающихся композиторов нашей страны, как Юрий Чугунов, как Герман Лукьянов. Сюда можно еще отнести, наверное, Вячеслава Байворонского, которые пишут вот такую очень обычную музыку, которая имеет связи с академической музыкой. И, в частности, Юрий Маркин очень многое часто обращается к крупной форме. Известны его не только квартетные выступления, в частности, с Сергеем Рязанцевым, его маркиновские оперы, приложения классиков, и также приложения традиций, и очень много всего. Ну и, конечно же, его такая крупная форма, написанная для абсолютно разных коллективов, абсолютно разных сочетаний. Это и калевные составы, и струнные, и вокальные, и форовые, любые. И вот, конечно же, битбендовская музыка тоже, оркестровая музыка. Итак, я, в общем, не буду долго утомлять вас своими словами. Я думаю, что музыка скажет гораздо больше моих слов. Я, конечно же, хочу сказать, что у нас еще раз с нами играет один дорогой гость, который тоже такой же разносторонний, как Юрий Иванович Маркин, и это выдающийся наш музыкант Аркадий Шакопер, но он будет с нами играть во втором отделении. А в первом отделении мы сыграем два произведения. И первое произведение – это концерт для фортепиано с битбендом, с джазовым оркестром, и солист Алексей Нажаров. Это Алексей Нажаров, трехчастный концерт, и, конечно же, аплодисменты после солы, между частями, приветствуются, и это все-таки не консерватория. Тут можно делать все, что мы хотим. Итак, трехчастный концерт для фортепиано и джазового оркестра. Солист Алексей Нажаров. Спасибо. 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 Алексей Назар. Алексей Назар. И друг, друг. Спасибо. 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 Очень приятно. И сейчас прозвучит тоже трехчастное произведение Юрия Ивановича. Это концерт для трубы с оркестром. Но мы решили, чтобы играл у нас не один трубач, потому что у нас много желающих сыграть этот концерт был. И мы решили, чтобы у нас играло два трубача. Как раз одну часть один трубач, другая часть другой трубач и последняя часть завершающая вместе. Нам так показалось, что это будет интересно. Ну и вам тоже, потому что разные трубачи со своими разными какими-то мыслями. Итак, первое, то есть все три части мы также будем играть с перерывами. И первую часть играет Салман Абуев. Вторую часть играет Ростислав Хочетов. И третью они играют вместе. АПЛОДИСМЕНТЫ И субтитры звуки. И субтитры звуки. И субтитры звуки. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Андрей Савельничев Андрей Башов Трубы Максим Дуров Виталий Анисимов Антон Захаров В 8 секция Вы уже знакомы с Алексеем Нажаровым Денис Шушков И конечно же Вы все его прекрасно знаете Петр И давайте все-таки поблагодарим И представим Юрия Ивановича Маркина Он сидит здесь в зале Спасибо вам большое АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое Но это еще не все Маленький или средненький перерыв И на прогулку дальше Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие друзья Мы продолжаем наш концерт И во втором отделении Прозвучат тоже два произведения Юрия Ивановича Маркина Вот первый из них Это концертина Для Волторна Кстати Вот тот тромбный концерт Который мы исполнили Вторым номером Был посвящен памяти Евгения Ивановича Савина Педагога Всех тромбочей Которые Многочисленных тромбочей Которые играют И не только тромбочей кстати И в частности тромбонистов тоже Итак У нас появился еще один тромбонист Это Федор Сенчуков Я его не представил Он прибежал Сейчас на спектакль закончился Вот и Итак Первое произведение Второе отделение Это концертина Для Волторна И будет его исполнять Наш дорогой друг Известный музыкант Аркадий Шелклопер Добрый вечер Ну я тоже коротко Все-таки два слова скажу Ну во-первых Публично Выразить свой респект Уважение К замечательному музыканту Композитору Юрию Маркину Давайте поаплодируем Еще раз АПЛОДИСМЕНТЫ Вот это Вот это Вот это АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Наше Наше плотное сотрудничество С ним Началось Пару лет назад Мне нужно было Для одного фестиваля Русской культуры В БАВ-стрим Мне нужна была Композиция Вальса цветов Аранжировки Для джазового биг-бэнда И я знал Что у Юрия Маркина Есть такая аранжировка Очень интересная Оригинальная Аранжировка Вальса цветов Из балета Щелкунчик Нашего Уважаемого И любимого Петра Ильича Который Чайковский И Так Получилось Что Я приехал к нему Домой Что Аранжировка есть К сожалению Она пропала Это так Понимаю С его Часто происходит И все-таки Ее удалось найти Аранжировка была У Анатолия Крола И Удалось ее Вытащить Я ее Переодел Переодел Правильно Правильное слово Ну и Потом пошло дальше Потом Юрий написал Для нас Сергей Накаряков Замечательным Классическим Русским Трубачем Пожалуй на сегодняшний день Лучшим академическим Трубачем в мире Написал для нас Сюиту В пяти частях Для трубы И волторной Что само по себе Очень интересно Да Борки и бес Труба Волторна Сюита в пяти частях Для симфонического оркестра И двух солистов Мы произведение Это играли Однажды В Нижнем Новгороде И вот теперь будем играть В Воронеже С молодежным оркестром Далее наше сотрудничество Пошло еще Круче Юрий Иванович Написал Для меня Концертина Для волторны И струнного оркестра Это произведение Мы тоже будем играть В Воронеже И Он написал Прекрасную аранжировку Надеюсь Мы тоже сыграем С этим биг бендом Аранжировку Григорианского хорала Что само по себе Как бы смелая идея Раз То, что это Григорианский хорал И еще более смелая идея Это то, что Биг бенд звучит Без ритм секций То есть Только Инструменты Только духовые инструменты Нету Ни контрабаса Ни гитары Ни ударных Ни фортепиано Очень смелая Интересная аранжировка Вообще Я считаю, что Правильно делает И Алексей Круглов С его Круглым бендом Мы все С удовольствием Будем поддерживать Я считаю, что Сегодня Время поддерживать Своих Интересных Уникальных Оригинальных Композиторов Вы заметили В первом отделении Какая была интересная музыка Насколько она была Собственная Да Традиции есть Конечно Но это свой язык Это своя Культура И звоны Помните В оркестре То есть много элементов И русской музыки И классической музыки И современной Академической музыки То есть сегодня Время универсальных Музыкантов И универсальных Композиторов И универсальной публики Я надеюсь Что сегодняшний вечер Как раз Вот это вот Объединение Нашего универсализма Оно и есть И чему я очень рад Мы сейчас играем Концертина Леша сказал В оригинале Оно написано Для тромбона Ну Мы немножко Переделали Подняли Тон выше Кое-какие места Пришлось Тоже Изменить И Таким образом Сейчас Концертина Можно назвать Все-таки Концертина Для Балл Торни И Биг Бенда Поехали 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 И она посвящена памяти, цвета памяти Юрия Сергеевича Соловского. Так. Симфония из четырех частей. Четыре 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 частей. Играет музыка 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 Играет музыка